К сожалению, в двадцатом году в моде будет прозрачный верх для парней. Нет! Нет! Даже не думайте надеть такое! Если я вас увижу в прозрачном топе, то я просто вмажу вам вешалкой. Я шучу, не потратил бы вешалку на вас. Волосатые ботинки, да, вы меня правильно услышали. Ботинки Юкитинг Уибек за 800 баксов. Канадские друзья, да, вы можете себе такие взять. Далее это Майкл Лейсон. Эх, ну не знаю. Далее шерстяные ботинки от Кларк под названием Валаби. Кларк – это нападение на Австралию и сумчатых животных. Ну а в целом мы можем наблюдать тренд на широкую одежду. Это логично, потому что мода ходит по кругу. Декаду назад мы видели, как одежда стала очень узкой. Костюмы Тома Брауна, помните такие вот? Да, очень плохо, но знаете что? Мы сейчас можем видеть противоположную сторону. Это просторные костюмы. Нет, это не просторный костюм. Это офигеть какой большой костюм. Ребята, никогда не надевайте что-то типа этого. Итак, погодите, я чувствую себя профессором. Давайте на чистоту. Вы можете покупать все, что захотите. Но у меня канал по классическому стилю. И одна вещь, которой я горжусь, это то, что я могу давать вам такие советы по стилю. Чтобы одежда, которую вы покупаете, стильно смотрелась завтра и десятки лет спустя. Так, чтобы вы могли потратить чуть больше денег и купить одежду высшего качества, при этом носить ее очень много раз. Ну а если вам нравятся мода и тренды, тогда вперед. Ну а если вы только начинаете входить в мир стиля, тогда я рекомендую быть осторожнее с деньгами и думать перед покупкой такого костюма. Он может и выглядит прикольно прямо сейчас, но через несколько лет он уже не будет в тренде и вы не сможете его надеть. Помимо широких костюмов, мы еще станем свидетелями оверсайз-блейзеров. Суть в том, что все вещи, которые слишком большие на вас, они не соответствуют вашему типу тела. Мне нравится, когда одежда сидит на человеке соответственно. Повторюсь, если вы модник и хотите окунуться во все это, то вперед. Но если вы не модели, вам не платят, чтобы вы носили такие вещи, то я бы не стал этого делать. В этот тренд на большие вещи также попали и шарфы. Проблема гигантских шарфов очевидна. Вы только посмотрите на него. Вас куда-то засосет и вы задохнетесь. Даже сам ленникравец не смог нормально его применить. Бедный Лене, он потерялся в этом шарфе. Если у него не получилось, как тогда у остальных получится? И друзья, мы это будем видеть не только зимой. Большие шорты, которые ниже колен. Ребята, убедитесь в том, что ваши шорты вам по размеру. Это вне времени. Это классика. А это... Это просто жуть. Огромные солнцезащитные очки. Ну, возможно, они защитят ваши глаза лучше, будете мило выглядеть. Так что, если хотите защитить ваши глаза и выглядеть мило, тогда это для вас. Еще один тренд в двадцатом году – это брюки на высокой талии. Мы видели это последние несколько лет на женщинах, теперь они добрались и до мужчин. Спасибо, Гарри Стайлз. Ну, что могу сказать, у меня тут смешанные чувства. Потому что брюки на высокой талии – это классические мужские брюки, когда вы носите костюм, надевая при этом подтяжки. Это может сработать, если это подходит под ваш тип тела. Скажем, вы крупный парень, но если вы надеваете такие штаны без подтяжек, это выглядит… Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Далее у нас идут пэтчворк-принты. Они могут быть на пиджаках, да и в целом на классической мужской одежде. Еще известна такая ткань, как мадрас. Часто можно видеть такие шорты, а иногда даже и костюм. Но тут, конечно, надо понимать, что вы делаете. У меня реально смешанные чувства на этот счет. Я видел и хорошее исполнение, и… плохое, давайте такое не носить. Далее это сандалии на два ремешка. Да, я сказал на двух ремешках, а не на одном. Если у вас сандалии с одним ремешком, то вы просто выпали из моды. Не знаю, в чем приколы, почему все так помешались на этих двух ремешках, но вот что скажу. Сандалии – это вообще нормально. Мужчины носят их уже тысячи лет. Но они подходят для определенных ситуаций. А не кэжуал, их можно надеть на пляж и никогда не носить их с носками. Поймите, что у них есть ограничения, их никогда не надо носить с носками и уж тем более надевать с костюмом. Далее у нас всевозможные рубашки, такие вот кубинские, походные рубашки для гольфа. Это такие вот рубашки. И они на пуговицах, с коротким рукавом и ярким паттерном. Что с этими рубашками? Подойдут ли они каждому? Ответ – нет. Если у вас такой тип тела, что вы немного широки в средней части, то эта рубашка не самый лучший выбор. Если вы худой и высокий, то эта рубашка тоже не лучший выбор. Но если вы мускулисты среднего роста, то есть у вас такое более-менее атлетическое тело, то может подойти, если вы ушили ее под себя. Далее тренды, которые мне нравятся, наверное вас может удивить. Первый – это молнии на ботинках и заклепки на рубашках. Почему они мне нравятся, ну, случается так, что некоторые люди болеют артритом. Мне недавно написал один ветеран, у которого оторвало часть руки. Подумайте, как такие парни вообще одеваются? Это реально трудно – завязать шнурки или застегнуть рубашку. Поэтому мне нравится видеть такие вот штучки, которые делают одежду более доступной и функциональной. А второй тренд, который мне нравится – это сумки через плечо. Может это потому, что я сам всегда так ношу свою сумку, и мне нравятся эти маленькие сумки. Их еще называют мужская сумка или барсетка. Я как отец, когда путешествую, то слежу за всеми документами и прочими вещами. И то, что эти сумки стали трендом – это даже прикольно. Такие вот сумки через плечо не стоит путать с модными сумками на шее. Да, вы правильно услышали – это сумка, которая вешается на шею. Для меня это все похоже на прикол. Поэтому да, если вы там любите что-то из области БДС и прочего, тогда вам все лавры. Далее у нас возвращаются костюмы в полоску. Когда я думаю о таких костюмах, то в голове всплывают картинки из 1920-х годов. Только подумайте, почему у Янки на форме такая вот полоска? Потому что когда они выходят на поле, для них это работа. И это прикольно. Я, пожалуй, не согласен с костюмами оверсайз. Я бы лучше порекомендовал классический костюм. Кстати, костюм в полоску не должен быть вашим первым костюмом. Говоря о возвращающихся трендах, думаю стоит упомянуть о 70-х годах. Ворот рубашки поверх лацканов пиджака. Хочу признаться, что мне нравится такой вот вид. А вам как? Да, нет? Пишите в комментариях. Также мы можем увидеть клёши, эээ, ну мне эта тема не очень заходит. А также варенки, ну у меня когда-то была такая крашеная рубашка. Но да, это очень кэжуал. Пишите ваше мнение в комментариях. Рубашки для регби будут популярными. Лично я в порядке на этот счет. Когда я купил себе такую рубашку, я не играл в регби, но мне понравился ее кэжуал стиль. Покупай их, поправьте их под свой размер и в принципе все в порядке. Кстати, мы увидим возвращение галстука, хотя я и не думал, что он исчезал. Ну да, он становится популярным и это хорошо. Думаю, что хороший галстук, особенно кэжуал, в хорошей комбинации может выглядеть круто. Также популярны будут жилетки. Если вы когда-либо думали, как можно себя выделить в толпе, не надевая костюм или пиджак. Ребята, жилетка. Ее можно надеть с джинсами, с рубашкой. И у вас сразу другой вид. У меня есть друзья-танцоры, так они надевают жилетки на танцпол. Как бы ты потеешь, двигаешься, при этом у тебя сохраняется свобода движений и ты выглядишь гораздо лучше, чем другие парни, которые просто в рубашках. Рубашки, они вылазят из штанов. Жилетка, она выделяет вас на общем фоне и действительно делает свою работу. Если вы в хорошей форме или даже если вы худенький, она помогает выделить руки. Еще один тренд, который начинается и мне он тоже нравится, это возвращение плоских кепок и беретов. Но любой мужчина, который носит такие кепки с уверенностью, выглядит потрясно. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok